Всем привет! Меня зовут Сергей, я соучредитель компании Willwork. Об этом потом, чем мы занимаемся. Рад вас всех приветствовать здесь, вас очень много. Это очень круто, я рассчитывал на то, что будет гораздо меньше людей. Но, тем не менее. Сегодня мы расскажем о проблемах фриланс-рекрутинга как со стороны фрилансера, так и со стороны клиента. Всем известны эти проблемы, все сталкиваются с этими вещами на разных этапах своей работы. Мы прошли такой достаточно сложный этап, сложный путь. Набили множество шишек. Я думаю, что всевозможные шишки, которые мы могли набить, вообще не существует. Мы их сделали. Наверное, даже рады этому, потому что сейчас мы можем эти шишки избегать и работать достаточно профессионально, эффективно. Ну и, собственно, сегодня мы поговорим о таких основных вещах, как найти своего пожизненного клиента, как его не упустить, нужен ли он вообще, и какие ошибки вам не стоит допускать, чтобы получить правильный результат своей работы. Давайте тогда пройдемся по моей презентации. Она просто состоит у нас из двух частей. Одна моя часть, она такая более математическая, и вторая часть Леши. Более юмористическая. Да. Давайте немного о моем опыте, почему он важен. Вы поймете, почему я так подхожу к проблемам, и почему я так, скажем так, мне проще так решать какие-то трудности. Весь мой опыт построен на том, что я с математическим складом МАК. В университете я изучал мат-анализ, мат-статистику, теорию вероятности, теорию принятия решений. И на этом, в принципе, строится вся моя карьера. То есть в рекрутинге у меня такой подход. Это не столько для меня бизнес, сколько для меня это теория игр. Я перебираю. То есть если есть какие-то проблемы, я понимаю, что факапы, проблемы, неудачи какие-то – это просто вероятность. То есть применяя какой-то набор данных к своей работе, я в любом случае приду к положительному результату. Да, на пути встретятся определенные проблемы, но это теория вероятности. Не сильно я расписываю свой опыт наемным сотрудникам, но закончил я свой найм в должности начальника экономического департамента. Но по большей степени я там занимался автоматизацией бизнес-процессов. Поэтому это не столько экономика, сколько автоматизация. В 2012 году мне добрые люди рассказали про IT-рекрутинг. И с того момента я как бы занимался фрилансингом. Потом в 2013 году я все-таки решил открыть компанию и тогда же познакомился с Алексеем. Ну и в принципе наш опыт будет дальше одинаковый, потому что все эти компании мы создавали вместе. И мне просто очень понравился. Мы создали компанию из последних. Это гейминговый проект, мы разрабатываем игры. Пока еще ни одну не выпустили, но мы подняли инвестиции. Это компания в Соединенных Штатах. И это сторонний проект, который к рекрутингу как бы не относится. Это больше про стартап. Если кому будет интересно, как это все делается, мы потом с вами поговорим. Ну и последняя компания это Willwork. Это рекрутинговая платформа. О ней я тоже расскажу позже. У меня к вам вопрос ко всем. Поднимите руку, пожалуйста, все те, кто занимается фрилансом. Вот именно фрилансе. Поднимайте, не стесняйтесь, я не расскажу никому. Окей, те, кто работает в качестве клиента, те, кто используют услуги фрилансеров, либо агентств. Поднимите руку. На стороне клиента кто работает? Окей. Чем остальные люди занимаются? Почему я задаю вопрос такой, ну и как бы такое знакомство, да? Потому что дальше будет строиться моя презентация и какой уклон мне делать на тех или иных людей. Давайте, чтобы понять вообще, что такое IT-рекрутинг и как это работает в Украине, познакомимся немножко с цифрами. Я, простите меня, я буду много говорить о цифрах, потому что цифры я люблю. Поэтому, возможно, эти цифры вы знаете, кто-то с ними может не согласен быть. Но, уверяю вас, эти данные, они собраны не для этой презентации, они созданы для инвестиционных компаний, инвестиционных групп. Я их собирал долгое время и они же, ну они одобрены, то есть это проверенные данные. Что вообще IT-рынок представляет собой? Это приблизительно 2,8 миллиарда долларов за 2018 год. Этот рынок растет на 25% в год и будет расти дальше. И к 2025 году ожидается, что он будет в районе 5 миллиардов долларов. Это, конечно, небольшие цифры, если сравнивать с американским рынком. На секундочку, на американском рынке только рынок чаевых 60 миллиардов долларов. То есть, если сравнивать, ну, опять же, рынок чаевых в Соединенных Штатах, это такая вещь обязательно. Куда бы вы ни пришли, вы оставите чаевые, соответственно. Но в итоге можно сравнить. На рынке около 180 тысяч специалистов задействованы в IT-индустрии. По разным данным, 188 или 186, но если брать в выборку по Госстату и по ДОУ и другим источникам, приблизительно 180 тысяч. 4 тысячи компаний. И все эти компании, 4 тысячи, приблизительно тратят 80 миллионов долларов в год в Украине на рекрутинг. Это означает, что приблизительно на каждую компанию в год обходится 20 тысяч долларов. Как потратит компания эти деньги? Ну, это от них зависит, от их бизнеса, от их маржи и от рынка. То есть, либо они посадят рекрутера, и он будет сам это все дело делать. Либо они будут использовать внешние источники фрилансеров. Они будут использовать различные другие штуки. Я потом дальше покажу, что именно используют компании. Приблизительно 55 тысяч вакансий в IT-секторе публикуются за год. Я это все рассказываю для того, чтобы мы все прекрасно понимали, что такое рынок. То есть, это поле боя. И говорили об одних и тех же вещах. Да, забыл еще сказать. Около 6 тысяч рекрутеров работает в IT-индустрии в Украине. Приблизительно 800 человек. Это рекрутеры, которые занимаются высокоуровневыми вакансиями, селевыми кандидатами. То есть, они играют по-крупному. И, как правило, они работают с очень крупными игроками. Они, возможно, даже не присутствуют здесь, на рынке Украины. То есть, они работают где-нибудь за бутылку. Еще немножечко. Да. Очень важный факт. Это из 180 тысяч сотрудников, которые работают в IT-отрасле, одна треть находится в статике. То есть, что бы вы ни делали, как бы вы им ни писали, телефоны не дарили и прочие вещи, они не пойдут к вам работать. Им это неинтересно. Скорее всего, они даже не публикуют нигде свои профайлы. И у них нет ни резюме, ничего. То есть, да, может быть, на LinkedIn есть их имя, но профайлы будут пустые. Почему? С чем это связано? Они работают по контрактам десятилетним с очень крупными компаниями, такими как Cisco, Samsung и прочие, на закрытых проектах с очень хорошей зарплатой. Поэтому им неинтересны предложения по работе. И они находятся в статике. Все остальные, естественно, бегают по разным компаниям, набивают опыт и так далее. Теперь, что же касается бюджета компании, что тратит компания для своего рекрутинга, как они используют свой бюджет. Эти данные взяты из опроса LinkedIn. Они делали этот опрос около пяти лет. И в 2018 году они это дело опубликовали. И в итоге получается, что из полумиллиона опрошенных компаний, которые они делали, компании признали, что 22% из этого бюджета они тратят на внешний рекрутинг. То есть это фрилансеры и это рекрутинговые компании. Весь остальной бюджет распределяется на всякие тулзы для рекрутинга, то есть ATM, CRM-системы, это публикации, это какого-то рода реферальные программы для привлечения кандидатов и так далее. 22% это, конечно, круто, но в том плане, что выделили деньги, выделили, согласовали с директором и поехали. Но проблема заключается в том, чтобы реализовать весь этот, все эти 22% HR-у или ответственному за рекрутинг, нужно не то, чтобы танцевать с бугном, но очень много сделать. Поэтому компании, клиенты, которые обращаются за помощью к фрилансерам или рекрутинговым компаниям, они опасаются этого. Почему? Потому что нужно много проделать работы для того, чтобы выйти на фрилансера, на того, чтобы выйти на рекрутера, на рекрутинговую компанию, и дальше начинаются проблемы. Почему? Потому что когда вы обращаетесь к фрилансеру, вы обращаетесь к нему вслепую, вы точно не знаете, какой у него опыт. То есть да, в Линкдене написано, все это, конечно, хорошо, все это красиво, резюме, даже портфолио присылают, все это замечательно. Но так случается, что в процессе работы с рекрутером у вас нет сложенной работы. Он не понимает вас, вы не понимаете его. У фрилансеров вообще бывает до 7 проектов одновременно, и он бывает сбрасывает вам кандидатов, которые не прошли в одну компанию. Но чтобы их не потерять, он перебрасывает их вам, а дальше вы уже там смотрите, подходит, не подходит. Рекрутинговые компании сейчас, за последнее время, они немножко свою модель работы перестраивают по отношению, допустим, с 5-летней давностью. Если раньше в рекрутинговых компаниях было принято, что ты работаешь в самой компании, в штате, ты должен от 8 до 10 вечера сидеть и работать, то сейчас они приходят к модели аутсорсинга, наверное, аутстаффинга, когда вы берете в работу какую-то вакансию и отдаете их фрилансеру. Фрилансер выполняет работу, рекрутинговые компании платят, он рассчитывается с фрилансером, оставляет у себя какую-то маржу. Как правило, сейчас 80% рекрутинговых компаний работают именно по такой модели. Это чисто экономически сделано, выгодно и, наверное, так будет работать во всем мире. Во всем мире это давно уже так работает. Я не беру во внимание другие секторы. Вы сейчас можете сказать, что Сережа с вами не согласен, но это касается IT-бизнеса. Согласен с тем, пожалуйста. Один есть. Поэтому я об этом говорю для того, чтобы фриланс-рекрутеры и те, кто работают на клиента, они понимали головную боль того человека, ответственного человека, который работает на стороне клиента. Чтобы не было так, что вы требуете от человека на стороне клиента какие-то действия, а ему... Он просто это физически сделать не может, потому что, первое, ограничение по бюрократии, то есть на стороне клиента, как правило, всегда бюрократия есть. Нужно согласовать бюджет с кем-то, нужно согласовать вакансию, резюме и так далее и тому подобное. То есть в зависимости от масштаба компании есть свои сложности. Поэтому, помимо денег, которые клиент вкладывает во все это дело, он еще и тратит много времени. Если мы говорим о маленьких компаниях, таких как 10-15 человек, которые вот только-только они вылезли в самостоятельный проект, им нужно резко расширяться. Этим всем делом, как правило, занимается SEO. То есть он все это дело на свои плечи возлагает, натыкается на проблемы, потому что он перелопатил весь LinkedIn для того, чтобы найти там 10-12 рекрутеров, в лучшем случае. Они все его подводят, потому что он не знает, как с ними общаться. Либо же у него нет четкого понимания, как нужно выстроить общение, какие должны быть документы, видения, быть переданы рекрутеру для того, чтобы он не нафакапил, для того, чтобы он не навредил вашей компании. Она еще маленькая, эта компания. Но представим такой вариант, когда одновременно 10 человек, 10 фрилансеров работают на вашу компанию. Кто такие вообще фрилансеры? Это пиарщики. Это первые люди, которые вашу компанию продвигают в массы. Заметьте, бесплатно. Почему так происходит? Потому что IT-рекрутинг – это по сути… Ну, IT-рекрутер – кто это? Нас иногда называют хантерами, ищейками, да. Иногда психологами, которые там влияют как-то на мозг или что-то подобное. Не будем говорить про обидные слова какие-то. Но по большому счету мы продажники. Мы продаем компании, мы продаем вакансии, точнее проекты. Потому что наш рынок очень сложный. Кандидаты, с которыми мы работаем, это технологические люди. Они сложные. К ним нужно иметь определенный подход. Поэтому мы продаем. И когда на компанию работает армия фриланс-рекрутеров, они в день могут обрабатывать тысячу и даже больше писем, точнее, они рассылают все эти вещи. И почти тысячу человек в день может видеть информацию о компании, о проекте и так далее и тому подобное. То есть фрилансеру нужно быть продажником. Это очень сложная схема, как вообще жизненный путь происходит у фриланс-рекрутера. Все без исключения приходят в этот бизнес, скорее всего, случайно. Скорее всего, потому что ему кто-то что-то рассказал. Наступают очень важные критические моменты, вот как с Тони Старком, когда хочется одеть перчатку, клацнуть и распылить всех чертям. Вот это вот самая важная точка в жизни рекрутера, когда он понимает, я буду двигаться дальше или я ухожу с этого рынка. Каждый решает для себя сам, почему вот там из проделанной работы за несколько месяцев клиент мне не заплатил. Клиент меня кинул, обманул и так далее и тому подобное. По разным причинам все это дело происходит. Мы дальше потом про факапы расскажем, как их избежать. Но это происходит. И те, кто остаются в этом бизнесе, либо они уходят в собственный бизнес, создают компании рекрутинговые, либо идут в компанию работать, либо уходят в инфобизнес тренерами, коучами и так далее. Ну, вот в принципе вот такой вот жизненный путь. Что касается типов клиентов и к кому стучаться. Это вещь индивидуальная. На каждом этапе вы выбираете свое. Начинающим рекрутерам я советую стучаться вот к тем кошечкам, маленьким котятам, от 10 до 50 человек. Почему? Да, у них низкий бюджет на рекрутинг. Достаточно. Они не готовы будут вам платить одну зарплату кандидата за найм. Они будут платить гораздо меньше. Но рекрутинговый процесс у них вводил щелчок. То есть СО поднял резюме, сказал, о, годится, зовем на собеседование. И завтра же кандидат приходит на собеседование. И вот собеседовали, тут же приняли решение, дали оффер. Все, вакансия закрыта. То есть жизненный цикл рекрутингового процесса укладывается буквально в неделю. Бюрократии ноль. То есть все решается вот так, причем даже неформально. У меня были такие кандидаты, даже есть сейчас, которые со мной общаются. Ой, сейчас, Серега, подойди. То есть, в принципе, у него там штат уже из 150-200 человек, но никакой формальности они не соблюдают, они простые люди. Именно вот с таких вот компаний у нас сейчас и есть пожизненные клиенты. Они к нам обращаются, они затухают, то есть они говорят, пока не нужно, никого мы не ищем. Возвращаются ко мне через полгода и говорят, нужна помощь вот в этом, поможете или нет. Поэтому, если вы хотите заполучить пожизненного клиента, вам нужно искать маленькие компании. Все остальные, это уже на дальнейшем этапе. То есть вот 50-200 человек, это те, кто вырастут уже сюда, но здесь уже ребята с большим бюджетом, с большей бюрократией, рекрутинговым процессом и сложностью вакансий. Вот именно на этом этапе возникают сложные вакансии. Я на одном из видео таких встреч я слышал, и это действительно так, что чем сложнее и интереснее вакансия для кандидата, тем это рискование для бизнеса. Это так, потому что новая технология, есть высокие риски того, что кандидаты, которых вы подберете, не справятся с этой вакансией и, соответственно, бизнес может потерять. Поэтому с вот этими компаниями нужно быть, те, кто посерединке, с ними нужно быть аккуратней. Вы должны будете с человеком, который как бы все этапы курирует в рекрутинге, вы должны будете пройтись по всей компании. Кто принимает решения, как долго идет процесс, если в компании есть свое CTO, и он проводит техническое интервью, вы должны понимать его бэкграунд, вы должны понимать, сколько он работает в этой компании и какой вообще до этого был рекрутинговый процесс, почему они не могут закрыть эту вакансию. Потому что, как правило, компании средние отдают на фриланс эти вакансии, потому что сами с ними справиться не могут. Две причины. Сложные вакансии, то есть очень мало кандидатов можно найти с таким стеком технологий на рынке. И второе, есть какие-то проблемы внутри компании. CTO не пропускает кандидатов, потому что, по его мнению, эти ребята не справятся, он не хочет брать на себя ответственность. Дальше переходим к самым крупным компаниям. Тут я советую за этих компаний браться только рекрутинговым компаниям. Фрилансерам не стоит работать. За исключением тех компаний, у которых рекрутинговый процесс настроен с людьми, которые занимаются исключительно фрилансерами. Потому что бывает так, что компания из средней, перерастая в крупную, у них есть рекрутинговый процесс, штат рекрутеров, которые занимаются своими вакансиями, на них возлагается какая-то бюрократия, они занимаются какими-то внутренними бумажками, и тут до них доходит, ребята, давайте наймем фрилансеров, почему бы и нет. И когда эти фрилансеры начинают слать по 100 резюме в день, HR-отдел не справляется. Соответственно, фрилансер, который потратил неделю-две на поиск кандидата, он теряет эти дни, он теряет эту работу, он теряет деньги. Поэтому, когда обращаетесь в крупные компании, смотрите на то, есть ли человек, который отвечает за фриланс-рекрутингу. Иначе нарветесь на очень большие неприятности. Что же вообще нужно делать для того, чтобы получить своего пожизненного клиента? Что нужно вложить, что нужно потерять, и что на выхлопе вы получите? Вы будете нянькаться, панькаться, советовать. Иногда нужно давать советы очень для вас неправильные. Ну, например, вот у нас был, есть точнее один клиент, который долгое время обходился без рекрутера, без HR-а внутри компании. Наступил такой момент, когда сам директор мне признается, я перестаю здороваться со своими сотрудниками, потому что их очень много. То есть их компания перевалила за 100 человек, и он просто всех охватить уже не может. До этого все обязанности лежали именно на нем. Поэтому наш совет, естественно, найти рекрутера. И мы прекрасно понимаем, что когда мы найдем рекрутера, он откажется от наших задач. Но мы нашли рекрутера, все нормально, они работают, и да, действительно, они перестали пользоваться нашими услугами. Но наступил такой момент, когда их компания начала получать сложные вакансии. И рекрутер из-за того, что у него есть внутренние обязанности, не справлялся с задачами. Этот клиент вернулся к нам и говорит, ребята, нужна помощь. Мы дальше продолжили сотрудничать. Они нам доверяют, потому что мы советуем правильно, мы говорим, что нужно делать, чего не стоит делать, где публиковаться, где нет. Естественно, они нам не отдают в работу вакансий, которые суперлегкие, и там на Джине или на Доу можно найти кандидата за 5 минут. Но тем не менее. Поэтому резюмирую. Если вы фриланс-рекрутер, начинайте с маленьких компаний. Находите ребят, которые еще в принципе не окрылились, они еще даже не опубликовались на Линкдене, что они создали свою компанию, но у них уже есть какой-то проект. Как правило, такие ребята приходят по рекомендациям. То есть вы в рекрутинговых чатах можете увидеть ребят, что вот еще такого-то такого помогите. Стучитесь, помогайте бесплатно. У фрилансеров есть еще такая вещь, они очень жадничают. У них они набивают базу данных за год, за два кто-то покупает эту базу данных и дальше жадничают. У меня там 7000 контактов и никому не отдам. На самом деле это 7000 контактов или 10 или даже 12 это сущий кустяк, вы ничего на этом не заработаете, если правильно не будете его применять. Сторонники GDPR, пожалуйста, не хейтите меня. Когда вы видите, что другой фрилансер просит помощи, поступайте следующим образом. Узнайте детали о вакансии, передайте 500-600 контактов из вашей базы данных и скажите, кто-то выстрелит, мы с тобой договоримся. Почему это выгодно? Во-первых, ваша база данных не простаивает, вы не тратите время на рекрутинг, вы помогли своему конкуренту и возможно что-то заработали. Даже если не заработали, вы заработали обязательства этого человека, он будет чувствовать обязательства и в конечном итоге когда-нибудь вы сойдетесь. Поэтому сидеть и жадничать над своей базой данных это глупо. Все то же самое касается рекрутинговых компаний. Вы прекрасно понимаете, что 60-70 тысяч контактов в вашей базе данных это, конечно, сокровище, все хорошо, но это нифига не работает, когда дело доходит до закрытия вакансий. Поэтому набивайте себе нетворк, друзей и делайте это в ущерб себе. В конечном итоге это окупится. Дальше я передам слово Леше. А, точно. Кстати, да, давайте сейчас пройдемся по вопросам. У меня есть призы для самого лучшего вопроса. Мы можем вернуться на предыдущие слайды, чтобы вы вспомнили, о чем я говорил, задавать по ним вопрос. Давайте. Наверное, микрофон нужен. Давайте я просто принесу. всем привет, меня зовут Николай. Вы сказали про компании, про уровни и так дальше, но не сказали про специфику компании, продуктовая компания, аутсорсинговая, аутстав. Могли бы больше рассказать, с какими проблемами вы сталкиваетесь именно с такими типами компаний? Потому что разница есть. Да, огромная разница. Я приз передам сейчас. Спасибо. Огромная разница, безусловно. И самая большая проблема в том, чтобы продать свою компанию, продать себя как фрилансера, это найти продуктовую компанию. Нашли продуктовую компанию, держитесь за них всеми вообще фибрами, которые только можно. Почему так? Потому что с аутсорсингом возникает миллион вероятностей и миллион каких-то неразрешенных проблем, которые вы не контролируете и никогда не сможете. Этого не контролируют даже сам клиент, потому что на стороне конечного клиента есть еще принимающая сторона, которая принимает свои решения. В нашей стране очень мало продуктовых компаний. И, как правило, это стартапы. Как правило. потом эти стартапы перебираются, оставляют у себя здесь какие-то дата-центры, где они дальше развиваются, потому что здесь дешевле, само собой. Но если вы схватились за продуктовую компанию, это очень круто. Вы с ними можете хорошо заработать. Я имею в виду легко и быстро, потому что на продукт даже кандидаты идут быстрее, чем на аутсорсинг. в аутсорсинге все эти компании, которые я описал, давайте вернемся. Все компании, которые я описал, как правило, это аутсорсинговые компании веб-студии. Продуктовых компаний в Украине очень мало. Если вы будете искать, я вам советую искать их в России, в Беларусь, в Польше, в общем, в других странах, не в Украине. Это связано не с нашим законодательством, это связано с нашим сырым рынком. Мы еще не готовы для продуктовой компании. Я сам это знаю. У меня две компании зарегистрированы в Соединенных Штатах, и это связано с тем, что законодательство Украины не позволяет мне работать здесь на экономическом уровне и на юридическом уровне. Поэтому весь продукт уходит, я не назвал бы это офшорными зонами, но это зоны, которые больше помогают в развитии бизнеса, нежели здесь в Украине. Поэтому кого искать? Вот я ответил, продуктовые компании. Но это сложно, их очень мало. без разницы кого. Здравствуйте, Сергей, меня зовут Мария. Вы упомянули то, что компания может, скажем так, кинуть фрилансера на деньги и так далее. А что насчет того, когда фрилансер может кинуть компанию? Да-да, безусловно, это извечная проблема, кто кого может кинуть. Фрилансеры могут нанести огромнейший вред вашей компании, если мы говорим сейчас про клиентов. Поэтому в чем загвоздка? Вы не контролируете фрилансера, вы не контролируете, что он говорит, куда он говорит, на каких этапах. Как этого избежать? Мы сейчас про фрилансера говорим, что может сделать фрилансер с компанией. Выигрывают во всех этих вещах только те компании, которые изначально выстроили четкую политику, как презентовать свою компанию. Вы, как клиент с фрилансером, проведите два-три кола, это будет нудотство, это никто не захочет это слушать, но вы должны проговорить, чтобы на подкорку фрилансеру записалось, что о вашей компании нужно говорить так-то, так-то и так-то. Почему я раньше сказал о том, что обязанности директора компании, когда он только начинает, когда компания маленькая, он набивает себе шишки, он теряет и фрилансеров, и ругается с ними, и так далее, и тому подобное, потому что в его голове еще не сформировано, что не нужно делать фрилансеру для того, чтобы его компанию не скомпрометировали, не захейтили и так далее. Вот когда это понимание приходит, тогда он начинает четко работать с фрилансерами, либо же он попадает на тех фрилансеров, которые понимают, как правильно преподносить его компанию. Убытки от этого всего дела колоссальны, ровно столько же, сколько компания тратит на пиар, на внешний и внутренний. Ровно с тем же усилием, те же потери будут для компании, если они неправильно презентуют себя фрилансером и рекрутинговым компаниям. Поэтому, что касается фрилансера, который нанимает, точнее, ищет кандидата, тот выходит на работу, через две недели заканчивает свою работу и теряется, и фрилансер тоже теряется, да, компания здесь теряет. Защититься от этого невозможно никак с той точки зрения, что даже фрилансеру невозможно защититься от того, что компания кинет, да, то есть, какие бы контракты вы ни подписывали, что бы вы ни делали, вы не будете судиться за 2000 долларов с компанией, потому что вы первое потеряете деньги, время, свое имя, потому что с вами этот клиент уже с вами работать не будет, этот клиент еще трьем своим друзьям, партнерам расскажет, что вы плохой фрилансер, вы подали на меня в суд и так далее и тому подобное. С его точки зрения это правда, поэтому никто копаться в этом не будет, судиться вы тоже не будете, поэтому рынок управляется стихийно и каждый может навредить друг другу. Фрилансер может убежать, фрилансер может рассказать неправду о компании, неправильно ее преподнести, а если от кандидатов еще какие-то хейты идут, то есть вы пишете письмо, а кандидат говорит, ой, это говновакансия или это плохая компания или какие-то сопутствующие вещи, если здесь фрилансер не умеет работать с возражениями, это сразу же вред компании. С возражениями фрилансер должен уметь работать. Для своей гейминговой компании я как-то искал себе разработчика, то есть я понимаю, как искать и понимаю, где искать, я даже понимаю, как писать, я так думал. и когда я написал кандидату, говорю, есть вот такой классный проект, естественно, я как директор, я прекрасно это понимаю, что там есть, расписал проект, все очень интересно, очень сложно, давай, гоу к нам. Он мне пишет отказ, говорит, чувак, неинтересно, я там занят. Через неделю Леша мне пишет, говорит, а ну-ка посмотри на этого кандидата. Я говорю, ну классный, я ему писал. Он говорит, он хочет к нам на работу. И таких ситуаций было море. То есть, когда я пишу, мне отказ. Этот приводит тех же кандидатов и говорит, они горят, у них глаза горят. Сами просят, пустите меня в компанию. Да, да, да. Возможно, да. Я же не выдержал, мне же как-то, ну я же пишу, мне не отвечают, мало-то еще и отказывают. Говорю, перешли мне письмо. Да, ну вроде бы, вроде бы тоже письмо, я там не вижу ничего, каких-то отличительных вещей. Да, но немножечко перестроено, как-то построено, по-другому. Не знаю, может на фотографию реагируют. Я не знаю. Вкуснее. Да. Ну в итоге, да. К чему я говорю? Фрилансер от фрилансера рознь. И его эффективность заключается, ну может быть в опыте, может быть в харизме, может быть в подаче информации. Фрилансер должен быть продажником. Если он правильно преподносит, он эффективнее работает. Я напишу, допустим, тысячу кандидатам, мне ответит, там, десять человек. Он напишет тысячу, ему ответит триста человек. Вот эта эффективность, она измеряется, ну, наверное, релевантными резюме. Ну вот, как ты так, ответил? Какой есть еще? Есть наводящий вопрос? Ну я думаю о том, что вот я взрослой с тобой, что все-таки очень опасно работать с фриланской. Все-таки проще делать, дальше с масштаб расширять, или еще не будет? Это хороший вопрос, и это связано с масштабом вашей компании. Почему? Вот тут, да, да, безусловно, но, смотрите, о вашей компании уже все знают. Вы уже даже надоели. Бывает такое, да, когда вот вы захватили весь рынок и пишете везде. И вот тут наступает момент, когда вы вот тех вот своих кандидатов привлечь не можете. Они где-то там сидят. Да, они слышали про то, что у вас там миллион вакансий, что классные условия, и на чартерных самолетах вы возите вообще куда угодно, лишь бы работали. Но никто к вам не идет. И вот тогда обращаются к фрилансерам, потому что у них проникновение в рынок кандидатов гораздо глубже, чем у вас. Гораздо. Даже если у вас база огромная кандидатов, и вы там всем там разослали, все, и никто не хочет к вам идти, у фриланс-рекрутера больше данных, чем у вас. Потому что мотивация фриланс-рекрутера это деньги, всегда деньги. Кто бы ни говорил, там интересные проекты, сложные вакансии, это ерунда. У фрилансера это всегда деньги. Поэтому он будет землю рыть носом для того, чтобы понимать, где находятся кандидаты, сложные кандидаты. У него развитая сеть контактов, он не боится сотрудничать с другими фрилансерами, он лучше поделится деньгами со своим другом, но закроет эту вакансию. Поэтому, когда вы к нему обращаетесь и видите, что у фриланс-рекрутера опыт работы там 2-3 года, 4 года, это очень круто. Вот у этих фрилансеров, скорее всего, сеть будет лучше, чем у вас. По каким критериям можно? Да, по поводу критериев. Запись просто. Какие фрилансеры можно выбрать в фрилансер? Смотрите, LinkedIn, я это называю забором. На заборе написать можно все, что угодно. Мы сейчас пришли к мнению о том, что самая большая эффективность рекрутера это его база данных. При собеседовании рекрутера и вообще про скрининг, мы обращаем внимание на то, какая база данных у кандидатов. Это может быть 2000 кандидатов в базе данных, это может быть 5, это может быть 60, это не важно. Важно то, понимает ли рекрутер, что у него есть в наличии. Например, я задаю вопрос рекрутеру, говорю, у нас сложная вакансия, Ruby on Rails, скажи, пожалуйста, сколько кандидатов у тебя в базе данных? Я прекрасно знаю, сколько их на рынке. Если мне рекрутер скажет 5000, я не поверю. Их не 5000, их 1000. Может быть, там до двух дойдет, но если рекрутер это понимает, это классно. Дальше я спрашиваю про город, где у тебя кандидаты, с какими рынками ты работал, потому что если рекрутер не понимает этих вещей, это беда, и он, скорее всего, вам не поможет. Объясню, почему. У нас был клиент, которому мы пытались три месяца закрыть вакансию в Запорожье. Вакансия элементарная, ПХП, по-моему, что-то такое. Ну, то есть, очень такой middle нужен был. Мы три месяца не могли закрыть. До тех пор, пока мы не нашли фриланс-рекрутера в Запорожье, он за две недели закрыл эту вакансию. Поэтому у него специализация, он знает этот рынок лучше, чем мы. Да, мы все такие классные, у нас 70 тысяч контактов в базе данных, но мы почему-то не могли никого найти в Запорожье. А она за две недели это сделал. Поэтому специализация должна быть конкретна. Если вам нужно закрыть вакансию в конкретном городе, вы идете в тот город, в те рекрутинговые чаты, где находятся эти ребята, спрашиваете, мне нужен фриланс-рекрутер с такой-то базой, и спрашиваете, какая у него база, что он может сделать. И опыт закрытия именно в этом городе. Вот такие критерии. Это основные критерии фрилансера. Все остальное не важно. Опыт его не важен. Добрый день. Меня Вадим зовут. В продолжении критериев отбора, какие там три-четыре вопроса вы задаете, чтобы отобрать неадекватных рекрутеров, с которыми может быть проблемы? Ну, не допустить возникновения проблем в будущем? Или может быть какие-то кейсы рассказать, там факапы какие были? Давайте мы про факапы расскажем позже. У нас есть как раз третий вопрос. Сейчас Леша расскажет про свою часть. И мы тогда пройдемся про факапы, которые были у нас, которые были у нас как рекрутинговой компании, как фрилансеров, что мы допустили и что сделали с нами. Все-таки можно четыре вопроса, может быть, три, которые остаются дальше, чтобы отсеять, скажем так, взял? Мы просто дадим приз за лучший вопрос. Самый такой вот задавайте комплексный вопрос. Что ты можешь закрывать? Какие вакансии и какой уровень? Если фрилансер отвечает вам и говорит, что я могу все, закрывайте этот вопрос. Сразу, то есть на этом вопросе можно дальше уже не собеседовать. Фрилансер не может ничего, если он говорит, что он может все. Он может вам сказать, я специализируюсь на Дотнете. Я очень классно закрываю вакансии в Киеве. Вот это адекватный человек. И дальше следующий вопрос. Сколько вам нужно, можно дать вакансии в работу? Если он говорит 20, нажимаете кнопочку на скайпе, выключите звонок и все, и дальше вы разговариваете. 20 никто не потянет. Максимум 2. Если фрилансер берет много вакансий в работу одновременно, это значит, что у него нет вакансий в работе вообще. Значит, без работы значит, что-то не так. Это точно так же работает как с аутсорсинговым бизнесом. Когда компания позиционирует себя, что мы можем все, но по итогу они не могут ничего. Поэтому на сайте, как правило, сейчас нормальные компании, они пишут, на чем они специализируются. Это, как правило, 2-3 технологии и они ими занимаются. Все остальное они отсеивают либо дают партнерам. Вот, в принципе, вот так. Здравствуйте. Тетяна. Сергей, таке питание. Повернемся до пошуку саме клиентов, компаний. Можливо, пару этапов, как шукаете и по каких самих критериях подбираете для себя. Это больше продуктовый аутсорс по стеку или компании, которые разработают самым интересный продукт. Да, смотрите, как ищем. Мы не изобретаем колесо. LinkedIn наше все. То есть все идут в LinkedIn, редко это доу. И здесь работает метод перебора. То есть элементарная статистика. 100 человек вы написали, приблизительно 10 вам ответило. Из этих 10 один будет ваш. Как проверить, ваше это или не ваше, ваш этот клиент или не ваш? Только с работой, только в работе. Что мы ищем? Да, мы действительно ищем продуктовые компании. Но, как я уже говорил, это сложно, их мало. Поэтому мы выбираем аутсорсинг, мы специализируемся на этом, мы знаем, какие проблемы они создают сами себе, какие у них бывают проблемы, и мы готовы на это идти. В наших контрактах это все расписано. Вот как-то так. То есть просто сидеть, просто писать и искать клиента точно так же, как и кандидата. По-другому никак. Всем привет, меня зовут Мария. Сергей, спасибо за интересный доклад. Меня заинтересовал ваш слайд, где было написано про рынок этих специалистов Украины. Там было написано, что одна треть часть специалистов работает в Златике, скажем, в подполье. И вы сказали о том, что эти рекрутеры, они работают на крупной компании. Не про рекрутеров речь, а про разработчиков. То есть одна треть это вы имели в виду разработчиков, которые находятся с контрактами у них с крупными компаниями. Вы привели Циско, да? Пример, Циско, Google, наверное, Facebook, Lyft. Facebook и прочее. Просто вот я хотела я думала, что вы имели в виду рекрутеров. Не, 60, около 60 тысяч кандидатов находятся в статике. То есть у них нет никакой ротации, они не ходят из компании в компанию. Они вот стабильно сидят в одной компании. Скорее всего, потом они выезжают за границу в этой же компании работой, переезжают в другую страну и работают там. То есть вы имели в виду украинских хотя специалистов, разработчиков, которые работают на крупной компании, но работают из Украины. Все верно? Да. Я немножко не поняла, наверное, хотела просто уточнить, как вы думали, это рекрутеры и как вы... Нет, это относится к вот этим 180 тысячам. Тогда понятно. Просто был интересный вопрос, как вы вычислили вот именно одну треть, какими методами, которые сидят в подполье. Вот эта вот информация, это, скажем так, инсайдерская информация, она поступает ото всех специалистов, рекрутеров, причем те, которые занимаются таким high-level разработчиками, они приносят эту информацию из крупных компаний. То есть методом суммирования мы понимаем, что нацистка работает столько-то, есть дата-центры и дата-разработки в Украине, там, Google, есть закрытые проекты под Android, то есть они садят, закрывают в офисе, никто не знает про этот офис, пропуск только по сетчатке и так далее и тому подобное. То есть о них вряд ли вы узнаете и это будет такая вот информация, которая просто вылилась. То есть большинство потом этих специалистов, они, я так понимаю, переезжают в штат и, скорее всего, работать, наверное, больше части. Да, может быть, из них кто-то уйдет, перейдет в другую компанию, но это маловероятно, потому что такие компании дают очень-очень хорошие условия для работы. Помимо того, что мы говорим про большие компании, как DataArt и прочее, они дают классные условия для работы самого сотрудника, там на порядок лучше. Вплоть до того, что после того, как ты отработал на меня 10 лет, я помогу тебе создать свой стартап, я вывезу тебя Mountain View в Калифорнию, я дам тебе инвестиции и прочее. Вот такие условия даются для компании. Поэтому тягаться с ними очень сложно и переманивать плюшками типа английский язык бесплатный, я поняла, спасибо вам большое. Все, приймем. Всім добрий день, меня зовут и Саша. Прямо буквально вот вчора мы перенесли нашу пиарщицу, девчонки, стил, до нас в HR-департамент, ну, бо вона трохи багато бігала до нас, то мы решили, чого. Вот, да, тому прям дуже цікаво. У меня питание наступное. Я, 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 и выучения кандидатов. Ребята, напомните, подскажите, кто занимается SMM? Есть такие ребята? Инструменты для трекинга писем, как называются? Треклисты, по-моему, так называются. Это специальные тулзы, которые показывают раскрытие писем. То есть вы отправляете кандидату, допустим, у меня есть в базе данных 2000 каких-то разработчиков. Например, там Пайтоны. И я беру и рассылаю все 2000, чтобы понять, кто отреагирует, кто отпишется, кто нет. Кстати, правильно выстроенное обращение к кандидату – это очень важно. Почему я сказал про то, что Леша пишет правильно и я неправильно? Это про его эффективность. Это означает, что на первое письмо ответит треть кандидата. У меня ответит там, ну, может быть, один процент. Я неправильно пишу. Вот это моя неэффективность. Но есть закон, что, как правило, на пятое письмо кандидаты ответят, даже если они на первое вам не отвечали. Поэтому правильно выстроена вот эта вот последовательность писем. Ответят. Ты задолбал, как это расписали. Да, хотя бы так. Хотя бы так, да. Вот, поэтому отслеживать конверсию с этих писем – это инструмент, который должен настроить HR внутри компании, попросить ребят из отдела продаж. Они все это сделают, и вы будете видеть конверсию и формировать это в определенные репорты, да, и видеть этот рекрутер отписал там тысячу кандидатов, конверсия у него там 3%. И, соответственно, контролировать и видеть, что он делает. Если там у него плохая конверсия, вы просто подходите и спрашиваете, а ну, покажи, как ты пишешь. Давай подкорректируем, давай что-то сделаем так, чтобы у тебя конверсия была выше. Это продажи. Поэтому здесь работает все такой же принцип, как и в отделе по продажам. Кстати, небольшая ремарочка, ребят. Если вы даете рассылку там на тысячу кандидатов, на пару тысяч кандидатов, смотрите, чтобы вы добавляли их в скрытую копию, а не в копию. Да, да, используйте инструкцию. После вашего одного письма у вас начинается чат. Чат между двух тысяч разработчиками в этом письме. О, Леха, привет, как дела? Мне тоже написали. И вы потом сидите и неделю смотрите ваш перекрыс, какой вы классный рекрутер. Поэтому, если вы делаете рассылку, пожалуйста, старайтесь не рассылать все, чтобы видели это все. Одного вы добавили основной, все остальное в скрытую копию. Тогда вам больше повезет, мне кажется. Давайте те, кто еще не задавал вопросы. Добрый день, меня зовут Ольга. Подняли интересный вопрос, интересует ваше мнение касательно рассылок. С одной стороны, ну, многие говорят IT, персонализация, индивидуальный подход. С другой стороны, как бы IT, автоматизация, экономия времени, ресурсов. Какое, если искать людей уровня синер, какой ваш подход, либо баланс, там, в процентном соотношении рассылки, ВС, индивидуальные письма? Ну, смотрите, мы, так как мы работаем в этом бизнесе, я крайне негативно отношусь к роботам, к автоматизации и прочим вещам, потому что они забирают мой хлеб. Но у нас есть с вами неоспоримое преимущество. Приблизительно, наверное, еще лет 20 мы с вами сможем работать спокойно, потому что искусственный интеллект не настолько развит, чтобы продавать и, как это, наравне с вами работать правильно. То есть, если мы говорим об автоматизации, то она должна быть правильная. Если вы используете массовую рассылку, то используйте инструменты, которые позволяют персонализировать письмо с помощью имени, с помощью названия компании. То есть, в вашей базе данных кандидаты, которые имеют имя, фамилию, компанию текущую, где они работают, и, возможно, там стак технологии какой-то. Поэтому, когда вы пишете, выстраиваете грамотно персонализацию, чтобы письмо обращалось по имени. Да, вот на ранних своих этапах вот этой вот всей рассылки я допускал ошибки. Я пишу письмо на русском языке, а в базе данных у меня тянется имя на английском языке. Это сразу видно, сразу выкупают ребята, что это массовая рассылка. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы ваша база данных была чистая, соответствовала языку, на котором вы пишете. Имя на русском, значит, письмо на русском и так далее. То есть, не используйте обычные тузы типа Google, да, и бросил 50 писем, пропускная способность, там, раз в минуту 50 писем, и давай вот слать всем подряд. Нет, это не работает, и, скорее всего, вы наберете множество хейта, поэтому это демотивирует и неправильно работает. И можно еще вторую часть вопроса. Если говорить о фоллапах, вот только что мы обсуждали, да, первое письмо не все отвечают, есть ли, скажем так, у вас какая-то статистика, либо, не знаю, там, рекомендации, какое количество фоллапов все-таки стоит сделать, ну, там, не знаю, здесь и сейчас, и после этого, возможно, ставить кандидата на какое-то время. Если, ну, то, вероятно, мы говорим, например, о сеньорах, там нет с сеньорами, опытных ребятах. Да, вот фоллап по поводу кандидатов разных уровней. Вот я сразу хотел задать у вас вопрос, какого уровня, потому что крайне важно. Сеньор, давайте так, ребята прохаванные, поэтому они знают, о чем речь, и к ним нужно обращаться правильно. Если вы правильно обратитесь, то, скорее всего, первое письмо будет в точку. Если первое нет, и на третье вам ответили, точнее так, не ответили, пишем дальше, пишем. Рассылка должна быть правильно, она должна быть правильно настроена, потому что, скорее всего, вас отправят в спам, если вы достали. Если вы не достали, пишем дальше. Если человек вам ответил, не пиши мне больше, и там другие слова, обязательно в базе данных у себя разместите галочку о том, что не добавляем его в рассылку, потому что этот кандидат еще скажет, что вот эти вот ребята меня задрали. А кто меня задрал? Компания DataArt, потому что она предлагает свои вакансии. И по барабану он не будет разбираться, что вы фрилансер. Он знает, что вакансия пришла от DataArt. Вы таким образом вредите своему клиенту. Поэтому следите за частотой базы данных, следите за тем, что вы пишете и как реагируют на вас кандидаты. Ваши кандидаты – это как подписчики в YouTube. Если кто знает, как работает этот бизнес, плохой гневный комментарий в YouTube, это не значит, что все плохо и надо сворачивать свой канал и перестать работать. Это значит, что просто так получилось, но при этом сделать выводы. Ребята, давайте последний вопрос. У нас время тоже, поэтому... Сергей, здравствуйте. Потом еще будет кофебрейк. Подходите, спрашивайте. Меня зовут Альберт. У меня такой вопрос. Вы привели пример. Я считаю, что он довольно жизненный по поводу отказа кандидата после вашей подачи. А после подачи Алексея он там глазами, да, пожалуйста, примите меня. Так вот, я бы хотел, чтобы вы рассказали анализ конкретный по вашему примеру, каким образом и почему так случилось. И хотел бы еще, Сергей, чтобы этот вопрос, на этот вопрос ответили после Алексея, так как мы еще с ним не знакомы, хотели бы познакомиться и понять для себя, почему же так произошло. Вот этот вот вопрос вы сами для себя ответите, когда послушаете его. Вы поймете между нами разницу. Ну, вы же все-таки анализ проводили. Интересно, просто как, ну, с профессиональной точки зрения. Почему? Потому что действительно жизненный. Я в своей команде, вот в команде, в компании, я шучу, и Леша шутит, да, я интроверт, я не люблю людей. Социопат. Социопат. Поэтому, скорее всего, не скорее всего, а мое письмо слишком прагматично. Оно... Нудное. Оно действует, оно бы сработало бы на меня. То есть, да, оно нудное. Да, я бы сидел, вот мне пришло такое письмо, сказал бы, блин, класс, да, интересный, очень сложный проект, очень интересный, экзотичная технология. Блин, возьмусь-ка я, наверное, парень нормально так написал. Когда этот бы мне написал, я бы сказал, ну, да, сопли какие-то, ну, ну, может быть, ну, как-то так. Но, его письмо срабатывает в 8 случаях из 10. Мое, наверное, в 3 из 10. Потому что... Например, письмо есть? Давайте я найду и... На самом деле, в последнее время, когда вот такие кандидаты попадались, человек пишет, блин, что ты ему написал? Скажешь, что ты ему написал? Я говорю, я тебе скину. Нет, давай ты не будешь мне кидать, просто пиши сам. Вот и все, пойду. Потому что бывают вещи, я же говорю, информацию, которую мы преподносим, в целом, в сухом виде, она одинаковая. То есть, расписал компанию, расписал стартап, инвестиции подняли, ребята, все у нас есть, все классно. Но в итоге к нему обращаются лучше, чем ко мне, потому что перевернутые слова... Вот, я знаю, как ответить на этот вопрос. Есть большая разница между нашим украинским рынком, или точнее, рынком СНГ, и рынком Соединенных Штатов. Наше образование построено на теоретическом познании. То есть, мы учимся на книжках, теории и так далее, и тому подобное. Там более практичный подход. И, как правило, в университетах преподают ребята, которые построили свои компании, построили свои стартапы, они знают, как это работает, как продавать. И бывают, выкручивают одну и ту же информацию таким образом, что вроде бы он как бы и соврал, и вроде бы не соврал, но выглядит очень вкусно, очень красиво. Недавно я листал Инстаграм, и выскакивает как это называется реклама. И там рекламируют одно приложение, которое позволяет читать книжки. И вот они пишут, что Илон Маск за две недели читает, ой, в неделю читает две книжки. Это абсолютно ложь. У него нет времени на две книжки однозначно. Он управляет тремя компаниями, и с одной из этих компаний его собираются уволить, потому что он не справляется со своими обязанностями, у него перегрев идет. Поэтому о двух книжках нет и речи. Но на незнающего человека, который знает Илона Маска, я хочу быть похожим. Я хочу читать эти две книжки, поэтому я скачиваю это приложение и так далее и тому подобное. То есть метод подачи информации. Свои плюшки в виде чая, конфеток бесплатного английского и прочего можно выкрутить таким образом, что будет хотеться просто посмотреть, как это работает. Поэтому экспериментируйте, перетасовывайте информацию, где-то привирайте, потому что если вы немножко соврали и к вам пришел кандидат и вы просто понравились ему как компании, он закроет глаза на то, что вы немножко ему приврали, что Джефф Безос вас консультирует. Джефф Безос это знаете, да, Амазон? Ну вот как-то так. То есть я так понял, вы напрямую все излагаете, все как есть, все четко. Сухо, у меня цифры и Алексей немножечко... Опять же, не факт, не факт, что моя информация на кого-то не сработает. Есть такие же люди, как и я, прагматичные, на которые это сработает. Вычислять этот фактор я не брался, да, я не знаю, сколько среди разработчиков таких людей, но тем не менее этот метод работает лучше. Схема получается... Да, метод продаж из Соединенных Штатов, то есть вот оттуда. Вручай призыв. Призы вручай. Ну черт. Так, ну, можешь себе за хорошую презентацию. Так, так классно. Ладно, давайте, давайте так. Одна кружка, два билета, в кино. Я, наверное, вручаю вам. Очень, очень правильный вопрос, я считаю. Они правильные с точки зрения клиента, и если клиент задает такие вопросы фрилансеру, ну, это говорит о том, что во всем случае клиенту не все равно, и он старается сделать так, чтобы было все правильно с фрилансером. Спасибо большое. Еще один, еще один. Ты два должен вручить. А, два? Да. Да, что ж такое? Да, представляете? Да. Давайте по поводу рассылки. Вот рассылка, правильные были вопросы. Спасибо за вопросы. Спасибо. Если вдруг у кого-то есть вопросы или хочется со мной связаться, в социальных сетях я не часто, я указал их там, да, но мессенджеры сама, пишите. Просто шесть их видишь, а тут их много. Да. Не уходи. Да. Всем привет. Наконец-то. Вопрос номер два у нас. Как не навредить компании, если ты фриланс-рекрутер? Ну, начнем с меня. На самом деле, мы просто поменяли фото, мое вставили. Вот все остальное у нас одинаково. С 2012 года я пришел в рекрутинг по свету одного человека. Он говорит, ты знаешь, есть такая штука рекрутинга? Что это? Я говорю, вот посмотри. Я почитал в интернете, мне стало интересно. Я пошел на курсы, мини-курсы, чтобы понять, что это такое. Не IT, сразу говорю, но после этого я поработал немножко фриланс-рекрутером. Написал мне один в 2013 году прагматичный человек, не хотите ли вы у нас поработать в компании Регра IT? Я ответил, мне еще понравилось, что так как я начинающий, я немножко переживал, что опять меня могут кинуть, блин, как это так, что это так, но написали мне красиво официально, еще и приложили гарантийное письмо, где обязуется мне выплачивать в случае чего. Мне это очень понравилось, блин, круто, класс. Да, кстати, это один из приемов, как если вы создаете свою рекрутинговую компанию, вы обязательно ее создадите, если вы фрилансер, потому что одному работать очень сложно, вы потом объединяетесь в группы, да, и как правило наступает момент ответственности, что же, как же сделать, как же так, чтобы друг друга не кинуть. ФОПов ни у кого нет, все работают, просто работают, сделайте гарантийное письмо, это не сложно, это один листик, но во всяком случае он даст понимание серьезности ваших намерений. Да, вот и с 2013 года мы начали работать вместе, я настолько понравился, что вот до 2019 мы до сих пор работаем вместе. Кстати, очень классно, что мало из вас фриланс-рекрутеров, они не будут отвечать на мои вопросы, я буду умнее казаться. вопрос к вам, как вы думаете, какими качествами должен обладать фриланс-рекрутер, вот идеальный просто, самый лучший? Окей, тайм-менеджмент, еще. Грамотность. Грамотность, хорошо. Гипноз. Гипноз. Возможно. Хорошо. Настойчивость. Настойчивость, окей, да, пять писем отправить, коммуникамент. Санализировать свой день и свои задачи. Вот, отлично. Итак, самоорганизованность. Если вы не самоорганизованы, не идите во фриланс-рекрутинг. Просто забудьте про это слово, вообще идите во внутренний рекрутинг, где у вас будет с девяти до шести, где вы придете в офис, где над вами сзади будет стоять человек и смотреть, что вы не заходили в фейсбук у себя на компьютере. Работайте там. Если вы самоорганизованы, если вы можете проснуться, не важно, с семь, восемь, девять, но вы знаете, что если рядом стоит диван, вы просто будете сесть на компьютер и продолжать работать, не ложиться на него, тогда у вас и получится. Скорость. Скорость. Почему скорость? Фриланс-рекрутер, он, как сказано было в первой презентации, ему нужны только деньги. Деньги, деньги, деньги. Все заключается в деньгах. Поэтому фриланс-рекрутеры, которые только начинают, они пытаются закрыть количеством. Они набирают 20 вакансий, не закрывают ни одной, но они набирают, они думают, что если тут 20, хотя одна-две закроются. Более опытный рекрутер, он берет помимо скорости, помимо количества, еще качества. То есть, если вы берете, для разных это по-разному. Кто-то может взять две вакансии, кто-то три, максимум пять, это, наверное, меньше. Если они разные абсолютно, потому что это будет сложно. Мультизадачность, как раз это про мультизадачность. Человек должен быть, может, должен переключаться с одной вакансии на другую, должен думать, двигаться, если он написал девопснику, например, потом написал джависту, потом написал фронтендчику, если ему отвечает девопсник, ему не нужно предлагать вакансии фронтенда. Нужно стараться переключаться и быть в тренде, можно так сказать. Стрессоустойчивость, ну тут больше, знаете, даже не стрессоустойчивость, тут как бы... Пофигизм. Да, пофигизм. Пофигизм к чему? К неудачам. Их будет много. Поверьте, их будет очень много. Один клиент не ответил, второй кандидат ушел, третий долго дал фидбэк, четвертый и так далее. Если вы готовы это принимать, тогда все получится. Если вы после второго кандидата нет, я ухожу в другую компанию, садитесь, начинает и плакать, все тоже фрилансер как бы не для вас, немножко нужно попробовать что-то другое. Поэтому пофигизм к неудачам это самое главное и основное. Какая выгода для клиента при наборе фрилансерекрутера? Во-первых, это он не штатный работник, то есть вы не платите ему зарплату. Клиент ему не платит, он ему платит только за результат. А вы можете нанять 10 фрилансерекрутеров и заплатить только тому, кто найдет кандидата. Вы не платите 10 грамм, как у вас в штате, рекрутерам, которые могут не закрыть, которые просто работают, не работают. И если у вас заканчиваются вакансии, то есть вы укомплектовали свою компанию, команду, либо же просто вам уже не нужны они, вы можете отказаться вовремя от фрилансера, только это правильно надо сделать, сказать, ребят закрываемся. И при этом дальше вы не платите зарплату. В этом выгода маленьких компаний, что вы не сажаете человека на постоянную зарплату, потом он полгода сидит, получает деньги, а вам у вас нет необходимости доукомплектовывать свою команду. Да, все верно. Кстати, по поводу предыдущего, если хорошо слышали первую презентацию, первую часть, кем должен быть хороший фрилансерекрутер? Обязательно, просто без варианта. пиарщиком, да, верно, пиарщиком, потому что он продает компанию. Если он продаст ее неправильно, компания будет ненавидеть кандидаты, вас будет ненавидеть компания, соответственно, про вас еще скажут, с ним не работайте, ему не пишите, спасибо большое, вы классный, но не для нас. Поэтому, если фрилансерекрутер подставляет компанию, он должен быть готов к тому, что подставит его. Более жестко, если это более крупная компания, если более мелкая, может быть обойдется, но все равно где-то оно всплывет. Что-что? А что вы еще? Что расписываешь? Нет, просто, понимаете, если фрилансерекрутер с одной компанией, как у нас было в первый приз, кинул, то есть перестал работать или обманул, или рассказал, что вот я ищу для этой компании кандидатов, но она ужасная на самом деле, но вы придите, может, мы с вами друзьями будем, потом закроем вакансии, поделимся. То есть такие компании, все компании, у всех компаний очень большой нетворкинг, как и у рекрутеров, так и у компаний. Если есть один человек, рекрутер, который нафокапил, и об этом знает крупная компания, будьте уверены, что об этом узнают и другие компании. Они просто передадут, они просто свяжутся, просто расскажут. Как такого черного списка нет, но в разговорах с Рапана Радио он очень хорошо работает, особенно в рекрутинге. Так же, как и про компания. Возможно, через полгода об этом забудут, но тем не менее, первые полгода вам придется чуть-чуть подождать. То же самое работает в обратную сторону. То есть есть чаты фриланс-рекрутеров, есть чаты рекрутеров, в скайпе, там более семи чатов, каждые по 600 человек. Если одна компания кидает или не выплачивает или еще что-то, об этом узнают сразу все 600 человек. И к этой же компании тоже очень сложно обратиться к кому-то из фрилансеров. Да, через полгода она затухает, но первые полгода будет тяжело. Развитая сеть контактов. Все, кто работает во внутреннем рекрутинге, а зачастую в крупных, больших компаниях, у них есть своя база, по которой они мониторят. Мы, как фрилансеры, работаем с крупными компаниями, присылаем кандидатов, они проверяют их вся по базе, есть ли они там или нет, общаются. То есть, рекрутеры внутренние, они пользуются всегда внутренней базой компании. И, ну, иногда LinkedIn, если кого-то человека нет, и ищут. Фрилансер рекрутер, он с самого начала, с самого становления своей работы, он набирает эту базу. Он сам ее набирает, он сам ищет людей, он создает свой список, у кого в Google диске, у кого еще в какой-то CRM системке. поэтому, как тоже было сказано в первой презентации, если вы обращаетесь к фрилансер рекрутеру, будьте уверены, что у него база контактов больше, у него чуть больше нетворкинг, чуть больше связей, и, более того, у него есть несколько проектов, соответственно, если у вас есть JVist проект на Java, то он может по своим нескольким проектам посмотреть, искал ли он JVist, и найти тот стэк, который подходит именно для вас. Да, камни преткновения. Незнание внутренней кухни или корпоративной культуры. Это проблема, можно сказать, даже больше у компании. Почему? Потому что некоторые компании хотят, чтобы фрилансер рекрутер делал для них full cycle. То есть, провел собеседование, проверил английский, пришел в офис, адаптировал кандидата еще 3 месяца. Хотя, это возможно, это можно, но оплата там идет немножко выше. Почему? Потому что для фрилансер рекрутера самое важное и самое основное это время. Если вы взяли компанию, взяли вакансию в работу, где вам нужно провести четкое собеседование по компетенциям, по метапрограммам, неважно почему, если вы берете 3 человека в день, это часа 3, 2,5-3 часа. Представьте, сколько фрилансер рекрутер может сделать за 3 часа, сколько он может найти. То есть, по сути, все фрилансер рекрутеры, они как и чтец, и жнец, и на дуде, и геец, но если ему предлагают одну вакансию или сейчас получается, да, время, поэтому, если ему предлагают одну вакансию, он хорошо с ней работает, если вторую, он тоже хорошо работает, третья, четвертая, пятая, уже начинаются какие-то движения. поэтому, поэтому, да, что у нас дальше, вот, разница между украинским и американским рынком, что самое интересное, да, проектная работа и в основном почасовая работа, честно скажу, за 7 лет опыта фрилансер-крутинга я не встречал фрилансеров, которые работают почасово в Украине, вот, и они, они 100% есть, это, знаете, как инопланетяне, да, вот, галактик много, они по-любому есть, но их никто не видит, вот так и так где-то в Украине скорее, они где-то ездят, где-то находятся, но почему-то, я лично не знаю, если кто-то знает, будет круто, так же само работает и компании, они почасово не берут, кандидата, почаса не берут фрилансера, почему? Для фрилансера это невыгодно, чем? У него зачастую несколько проектов, подают он и фрилансер, что несколько проектов, если он внутренний рекрутер, ему дают ищи девопсника, и он 3 месяца ищет девопсника, ему уже нудно, скучно, он его ищет, потому что так сказали. У фрилансера все по-другому, фрилансер может взять 3 вакансии, взять джависта, фронтенда и девопсника, и, соответственно, искать разных людей. Почасовая работа зачастую работает по таймтрекеру, то есть не может быть такого, что человек сказал, например, тоже DataArt, я говорю, здравствуйте, если не проработал 7 часов, по 20 долларов, 140, пожалуйста. Я говорю, да, конечно, хотя вы сериал просмотрели, да? Есть таймтрекер, который делает скриншоты вашего экрана, соответственно, если вы взяли у DataArt девопсника, то вы должны искать девопсника, потому что может быть скриншот на фронтенде, вот, и DataArt, мы вроде дупсника ищем, вот, поэтому немножко неудобно в Украине. В Америке немножко по-другому, если в Украине, кстати, 6 тысяч рекрутеров плюс-минус, то в Америке 300 тысяч, плюс 23 тысячи агентств, то есть в 4 раза больше агентств, чем у нас только рекрутер. Вот там зачастую по-часово и там распространен хэт-хантинг, то есть это не просто серчи, да, если наш фрилансер, сам толковый фрилансер, это, по сути, серчер, хороший, классный серчер, который может находить резюме, отправлять к клиентам и они уже его дальше собеседуют. Это его время и, соответственно, это плюс для клиента. Там хэндхантерство распространено каким образом, то есть там вам не нужно искать Джовиста, да, там говорят, есть Джон Смит, Джон Смит, он Джовист, он работает в Apple, нам он нужен. И вы уже, беря деньги за почасовую работу, вы должны найти способ этого Джона Смита из Apple перевести в контору из двух человек. Вы используете абсолютно разные методы. Начиная с общения с ним, заканчивая общение с его родителями, когда вы находите маму где-то в парке и говорят, вы знаете, есть одна компания, зачем ему Apple, давайте отсюда. Очень круто. И мама приходит домой и говорит, сынок, с чем тебе Apple? Ну подумай. А он может послушать маму и отлично и пойдет. Поэтому это сложно. За это берут большие деньги, компания готова платить большие деньги. Если Google захочет забрать Тима Кука, придется вывалить Хантур очень хорошую саму. Ну и там также есть серчеры, да, но вот если брать уже платформу Upwork, да, там все рекрутеры почасово. То есть они работают с трек-системой, они берут почасовую работу и зачастую они берут одного, максимум двух кандидатов и скорее всего работают на двух компьютерах, потому что здесь скриншоты должен быть только одного кандидата, здесь скриншоты только-только второго. Поэтому в этом плане Украина более как-то правильно сказать, более свободна, что ли. Да, потому что фрилансер, он то и фрилансер, что ему нужно переклинать, это как вот книги Дэна Брауна. Читал кто-нибудь? Кода Винчи, Ангелы и Демоны. Да, вот как у него классно. Вот первую главу прочитал, вторая глава это уже вторая история, третья глава это третья история, а четвертая начало первой. Так и в кандидатах. Вы нашли, написали трех человеком, написали третьим уже висит, вот раз вам девопсник ответил, о, наконец-то он ответил. Пишите девопсник, раз сразу фронтенчик. как для меня лично, это круто, это интересно, это не монотонно, не скучно, и это намного проще. Итог. Самоорганизованность, как я сказал, это главное и важное. ценить свое время для рекрутера тоже это обязательно. Не берите те проекты, где вам предоставляют кучу задач за маленькие деньги. Соответственно, если вам нужно провести 250 собеседований с одним человеком, вам предлагается доллар, к примеру, то вам проще взять другую компанию, которая дает больше денег, но им нужно просто резюме. Будьте профессионалами, обязательно будьте профессионалами, вы лицо компании, если вы даже фрилансер, вы все равно лицо компании. Вы обязаны держать его и обязаны держать лицо компании лично, потому что фейлы у всех бывают, пока у всех бывают, но старайтесь гнуть линию клиента, и тогда у вас все получится. Ну и ХСП, это я придумал, ХСП это хладнокровность, самостоятельность и пофигизм, о том, что мы сказали в начале, не бойтесь неудач, они будут в любом случае, сколько у нас такого было, все, да я закрываю компанию, да сколько можно, я не буду работать, ну подожди, давай еще одному напишем, вот, оно работает, правда, не обращайте внимания на удачи, уже 7 лет, уже 7 лет, уже 7 лет, закрываем компанию, никак не закроем, поэтому неудачи будут, они обязательно будут, они у всех есть, просто нужно смотреть на них под разным углом, знаете, я вот недавно видел картинку, стоит, сидит король на троне, да, стоит перед ним рыцарь, его как бы слуга, и стоит какой-то мужчина, и король ему говорит на колени, следующая картинка, этот мужчина сидит на коленях у короля, разная интерпретация поможет вам избавиться от проблем, или от, не знаю, выгорания, возможно, или от тех неудач, которые вас подозревают, просто смотрите немножко под другим углом, кстати, еще есть классная история, завершая презентацию, ты уже недавно слышал, были два брата, оптимист и пессимист, у пессимиста, все ужасно, все плохо, все кошмарно, у оптимиста всегда все классно, у них день рождения в один день, они братья-близнецы, и папа думает, блин, надо же как-то растормошить, решил пессимисту подарить, забить всю комнату подарками, вот всю, сверху, дониза, большая комната, всю комнату подарками, а оптимисту лепешку от лошади, ну, возик, положил посреди комнаты, ну, утром просыпается, проходит первую комнату оптимиста, стоит оптимист, грустный, говорит, а что случилось? то вам подарков, блин, надарили, это каждый раз паковать, каждый открыть, это весь день, что за дурацкий день рождения вообще, понял, пошли к оптимисту, заходят, оптимист стоит над этой кучей, улыбается, все круто, говорит, а что, что, что тебе, что ты улыбаешь, ну, подарок, так, так а что тебе подарили? Ну, походу, коня, просто, где это такое, это уже второй вопрос, да, вот, старайтесь быть оптимистами, это всегда помогает во всех ситуациях, даже когда полностью, полностью, коровья лепешка, да, полностью коровья лепешка, все равно, знайте, что кто-то где-то вам подарил коня или корову, да, и у вас и будет хорошо. Вроде все, по моей презентации, спасибо, если есть вопросы, у меня есть призы, да, пожалуйста. я еще, спасибо, я еще только планирую, как бы, начинать фрилансом заниматься, у меня такой вопрос возник, вот вы говорите о многозадачности, что нужно переключаться с технологии на технологию, уметь это делать, и как это выразиться, оперативно, профессионально и так далее, а вот если человек только начинает, есть, может быть, какой-то такой тренд в технологиях, как его отслеживать, оптимальное количество для работы с технологиями, потому что, например, набить сеть, там, из всех, там, джавистов, девопсов и всех остальных, а потом, что с этим делать, грубо говоря. Смотрите, если вы начинающий фриланс-рекрутер, не берите 20 вакансий, не ставьте перед собой сразу многозадачность, переключаться на 20 человек, возьмите одну, попробуйте, поработайте, как оно вам, если я, когда начинал, я в LinkedIn, да, у меня сначала, я думал, что за LinkedIn вообще, кто-то придумал, Facebook классный, нет, LinkedIn, это еще ВКонтакте был, я просто набивал разработчиков, вот честно вам скажу, просто начинал отправлять всем приглашения, сейчас у меня более 20 тысяч контактов, в LinkedIn, уже сами, знаете, как в институте, сначала вы работаете на зачетку, потом зачетка на вас работает, так и здесь, сначала вы добавили пару тысяч человек, потом все вас добавляют, поэтому, начинающий фриланс-рекрутер, не берите много вакансий, возьмите одну технологию, да, например, возьмите, если вы будете профессионалом, к примеру, в Java, да, или будете профессионалом в iOS, то это хорошо, просто у вас будет немножко уже ниша, да, но вы больше будете в этом разбираться, с опытом, с работой именно в фрилансе, вы можете брать уже по 2 вакансии, по 3 вакансии, соответственно, немножко углубляться в разные стеки, и так вы постепенно нарабатываете, чтобы вас не просто бросили, да, сразу, вот вам 2 вакансии, здесь то-то, то-то, что это значит слово, да, когда я узнал, cucumber, причем все это огурец, груби, вот, но он там есть, вот, поэтому изучайте, старайтесь, учитесь, просматривайте информацию, вас никто не просит быть технически подкованным человеком, да, но немножко разбираться, вот как говорят, чем Java, JavaScript отличается, да, желательно знать, тогда не будет каких-то фейлов или факапов. Чтобы вы на одном языке с кандидатами разговаривали, вам нужно знать все фреймворки, относящиеся к данному стеку технологий, ну, то есть, тогда кандидаты будут охотнее с вами разговаривать и быстрее отвечать. Вы не следите за тем, что появляется, вы отработаете одну технологию, узкая специализация рекрутера, фриланс-рекрутера, в части стека технологий и в части закрытия вакансий в конкретном городе, вот это вот самое ценное, что есть во фрилансере, то есть, он умеет закрывать данную, данные стек технологии в данном городе, вот это суперклассный фрилансер. И тоже старайтесь задавать правильный вопрос, я тоже видел одну картинку, когда пишет рекрутер, здравствуйте, приходите к нам в компанию работать, джавист, он говорит, нет, спасибо, не хочу, но приходите, у нас так классно, такие пряники, я говорю, нет, я не хочу, ну, пожалуйста, придите, ну, хорошо, что у вас за вопрос? Скажите, почему выбрали нашу компанию? Вот, задавайте правильно тоже вопросы, чтобы, если это идут тоже фоллоуапы, чтобы не, не, пятое ваше, ваше письмо не перечеркало все верхние четыре, вот, да, пожалуйста. Всем привет, меня зовут Марина, и я хотела бы попросить у вас совет, как написать продающее письмо, может, есть какая-то формула, какой-то секретик, может, вы им поделитесь? Пишите от души, вот, честно вам скажу, правда, от души, это когда, для меня главное, основное правило, это в первых двух предложениях зацепить человека, да, если мы будем брать того же персонажа, который пришел к Сереге, он отказался прийти, ко мне он пришел, да, в Сереге был санитарный набор в раз, есть такая-то компания, есть такой-то проект, приходите, будет классно, ему неинтересно, если вы пишете, блин, тут такой крутой стартап, игруху разрабатываем уже почти на Apple Store, да, то заинтересуйте его, первыми двумя предложениями заинтересуйте, потом вы можете писать все, что угодно, это как, знаете, как в анекдоте, когда Вовочка пришел в школу, и всем попросили написать сочинение, как вы провели лету, у Вовочки такой двухтомник, ну, преподателю интересно, что же было, она открыла первую страницу, там было написано, сел мужик на коня, ну, наверное, интересно, а последний был слез мужик с коня, а весь этот компания был тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, понимаете, поэтому, вот, так что, это должно быть красиво, зацепите первым предложением, первым вам предложением, тогда можете писать все, что угодно, да, в принципе, да, работает при рассылке, потому что, всем, какие бы люди не были прагматичные, нудные, или, и, конечно же, есть из десяти, будет два-три человека, которые скажут, блин, что вы мне не искали зарплату, дайте мне описание, что мне пишите, про каких-то рыцарей, да, а есть те люди, в основном, которым, понимаете, разработчики, особенно сеньоры, они получают столько писем, одинаковых писем, и уже настолько нудно, что он просто берет и удаляет их, это тоже как в анекдоте, когда опытный рекрутер работает, и неопытный рекрутер, опытный уже закончил работу, а второй сидит, перебирает резюме, у него такая пачка такая, а что ты делаешь, так перебирают, да все, пошли домой, да куда столько дел, он берет половину пачку и в мусорник выбрасывает, а решет и сделает, им просто не повезло, ну да, зачем нам в команде неудачники, правильно, вот, так и здесь, поэтому, старайтесь писать красиво, и людям, когда им приходит 10 писем в день, здравствуйте, у нас такие плюшки, у нас вот такие требования, и вот такая зарплата, им просто это неинтересно, когда вы, блин, привет, как круто, вот смотри, такой еще солнышко какое-то, грубо говоря, нарисовали, да, их это цепляет, потому что это по-другому, это разное, вот, так что, для сроки это будет работать, потому что, особенно для сеньоров, потому что им интересно прочитать что-то новое, да, а не банальщину, и очередной предложение, и у меня еще один заключительный вопрос, между фоллоуапами, какие промежутки времени вы выставляете? Ну, смотрите, здесь разные, как бы, промежутки, все зависит, первое, это вот, важности вакансий, если это вакансии очень горящие, если нужно закрыть буквально за неделю-две, рамки вы уменьшаете, день, например, или, ну, максимум два, это потолок, если вакансия на полгода растянута, вы можете написать сейчас, можете написать через недельку, да, чтобы не напрягать человека, потому что вы знаете, что там уровень собеседника очень долгий, все очень долго идет, все очень быстро, вот. Еще смотрите по конверсии, общей конверсии, отправили тысячу писем, ответило 10 человек, значит, либо вы неправильно построили письмо, либо никому эта вакансия не интересна, у нас был заказчик из Германии, очень крутая компания, и как только мы начали рассылку, мы поняли, что об этой компании знают все, к ним не идут, потому что у них очень высокие требования, это мы впоследствии уже узнали от кандидатов, но если бы мы следили за конверсией вначале, мы бы поняли, что что-то происходит не так, ну, в итоге мы узнали, что эта компания очень знаменитая, и если туда попадают разработчики, то это хай-левел, и их очень ценят после этого. Тоже хотел сказать про клиентов, клиенты тоже пусть, старайтесь не набирать много рекрутеров, те же максимум до пяти человек, почему? Потому что если большая компания набирает 257 рекрутеров, и все работают над одной и той же вакансией, у нас такое было, мы работали с крупной компанией, написав очередному кандидату, говорит, блин, вы мне уже 11-й пишете, понимаете, то есть это, и это плохо не для фриланс-рекрутера, это как раз плохо для компании, потому что они понимают, что компания всех окружила, всех задалбывает этой вакансией, у них так все горит, значит у них все ужасно, что никто не идет, если мне пишут 11-й раз, все подряд. Оптимальное количество фрилансеров или рекрутеров на одну вакансию, это пять человек, больше не берите это, вы, во-первых, не справитесь с потоком резюме, во-вторых, вы теряете вот этот контроль над ситуацией, дальше просто будет информация распространяться, где-то кто-то факапит и вы это не проконтролируете. Так же самое для фрилансеров, если увидишь, что на данной вакансии работает 40 человек, не будьте 41-м, честно, ну, не очень, да, пожалуйста. А где брать фрилансеров? Фрилансеров? Где брать фрилансеров-рекрутеров? Везде. После этой презентации человек 50 будет. Давайте после этого всего дела вы к нам просто. Человек 50 будет уже фрилансер-рекрутер. На самом деле это те же Facebook чаты, те же Skype чаты, это Facebook организации, это сейчас более очень много внутренних рекрутеров, хотят подработать фрилансерами, почему? Потому что это деньги, да. Если у меня отживиз не подошел в мою компанию, я же могу отдать его в другую компанию, все равно он не подошел. Я скажу по секрету, они пользуются базой данных компаний для того, чтобы закрывать фрилансеры своей вакансии на стороне. Это не секрет, я думаю, что все компании это знают, но я не думаю, что с этим нужно бороться, ребят. Ну тоже, это про ту ремарку, когда не жадничайте своей базой данных. Это не такой большой, как это, клад, да, или это. У нас было в начале компании тоже, когда мы запрещали сотрудникам, если у нас есть кандидат, чтобы вы никому его не отдавали, долго держите в нашей базе. Струдникам это не нравилось, почему? Потому что, ну, это какое-то идет ограничение, хочется какой-то больше свободы. А когда мы говорим, пожалуйста, отдавайте, нам не подошел, только отдавайте после того, как нам не подошел, да, а не раскидывайте во все 20 компаний. Тогда хорошо. То есть он нам не подошел, он взял, передал компанию, он заработал, он, мы заслужили плюсик в карму, да, себе от этого рекрутера, поэтому вот так. Да, и совет по поводу тех, кто создает свои рекрутинговые компании, не давите и не пушьте своих рекрутеров. То есть не должно быть у вас тайминга с 9 до 6 работаем, на другие рекрутинговые компании мы не работаем, ну и так далее, и тому подобное. У фрилансера вы работаете с рекрутером в рекрутинговой компании и не давите их, они вправе делать все, что вам угодно. Я это говорю со своего личного опыта, я очень сильно обжегся в самом начале, от меня ушел очень хороший сотрудник, я об этом жалею. Именно потому, что я ему начал запрещать какие-то вещи делать. То есть я ему выделил свой ноутбук, сказал, в коворкинг ты приходишь с Талькита до Сталькита, работаешь только на моей вакансии, типа потому, что я тебе зарплату плачу, ну и так далее, ну помимо бонуса. Но в итоге это плохой экспириенс, вы теряете сотрудника, вы теряете мотивацию, вы теряете лояльность своего сотрудника к своей компании. Да? Да. Подскажите, пожалуйста, вы имеете в виду количество контактов? 30 тысяч, да. Если уже ваш аккаунт стремится к этой цифре, что бы вы порекомендовали? Параллельно раскручивать второй свой аккаунт или все-таки почистить все текущие и пересмотреть на сколько... Удаляйте кандидатов из Индии. Из Индии, да? Нет, из Индии я лично не добавляю, потому что как бы это не маяц. Их миллионы. Правда, если у нас 180 тысяч кандидатов в Украине, то у них из 10 аутсорсинговых компаний в первых двух только миллион. Их очень много, они работают за 3 доллара в год, поэтому не добавляйте их, потому что добавив одного, вы добавляете еще 250, которые видят в этом. Почистите свой... Если вы стараетесь набить базу в 30 тысяч, пусть она будет релевантна, пусть она будет хороша. Не все подряд, потому что ко мне добавился тракторист, но может когда-то пригодится. Как и были, ищет вакансию СТО, пишет парень, что я работал на СТО, чинил машины, может возьмете меня. Для кого-то это разные вещи. Поэтому, если вы работаете в IT, ищите айтишников, добавляйте айтишников и не просто кликайте. Я вот накликал, потом недели две очищал от этих кликов. Старайтесь, чтобы ваши контакты были полезны исключительно вам в первую очередь. Если они будут полезны, тогда из этих 30 тысяч у вас будет идеальная просто база. Да, кстати, совет тем, именно компании, те, кто клиентами выступают и держат свой штат рекрутеров. Если у вас в штате 5-6 человек рекрутеров, старайтесь разграничить базу данных и базу контактов таким образом, чтобы каждый рекрутер имел свою специализацию. У этого .NET, и ему нравится .NET, и пускай бьет себе .NET всеми возможными способами. У этого джависты, у этого .NET, в зависимости от стека технологий, которая нужна для компании. Фрилансерам я советую узко специализироваться. В начале своего пути вы будете добавлять всех, кто вам постучится, либо просто добавится, а потом чиститесь и старайтесь добавлять тот стек технологий, который смотрит на вас. Вот там девушка хочет сказать уже минут 15. Всем привет, меня зовут Настя. Хотела уточнить, когда IT-рекрутер только начинает общаться с какой-то компанией, например, она не такая большая, то есть мы понимаем, что вы об этой компании тоже знаете минимум, у вас начинается какое-то первичное общение и вам говорят скажи, пожалуйста, фамилию кандидата или имя и мы проверим есть ли он у нас в базе данных. И когда ты общаешься с компаниями, которых ты лично знаешь, ты знаешь этих сотрудников, это одно дело, то есть тебе доверяют, ты доверяешь, это нормально. Но у меня были, правда, такие ситуации, когда мне говорят о том, что у них кандидат есть в базе данных, хотя мне кандидат говорит о том, что он не общался с этой компанией, компания говорит о том, да, мы с ним не общались, но мы его там когда-то видели, забили, он у нас в резерве. И, соответственно, мы за него бонус тебе не даем, хотя они просто узнали имя, фамилию, сами выходят лично на этого кандидата. Каким образом себя безопасить и возможно? Ну, смотрите, если вы не знаете об этой компании, не значит, что какой-то другой рекрутер или рекрутеры не знают об этой компании. Ну, скажем так, лично не общаются. Да, да, но вот вы узнаете какую-то компанию новую для вас. Вы можете спросить у ваших коллег, вашего нетворки в том же чате, скайп-чате, ребята, знаете, кто за такую компанию? Кто-то пишет, да, знаю, классно выплачивает, все, не обманывает. Вот здорово, да? Если, ой, не обращайтесь к ним, это ужасно. То есть старайтесь узнавать об этой компании перед тем, как начинать с ней работать. Хотя бы хоть что-нибудь, немножечко, да? После того, как у вас уже наладится сотрудничество, вы видите, что вам выплачивает, что... Тогда уже, конечно, предоставляем им фамилии кандидатов. Либо вы просто изначально с ними договоритесь, да, что если... Мы вот прописывали в договорах своих тоже. Если три месяца они не общались с кандидатом, то это он уже будет наш. То есть обезопасите себя какими-то сроками, да? Либо закреплением кандидата за вами в течение шести месяцев. Вот так. То есть вы не стесняйтесь предлагать компании свои варианты. Компания в вас заинтересована. Не только вы заинтересованы, она и в вас заинтересована. Поэтому ставить какие-то условия для вас, это нормально. Это ваша работа, это ваш заработок. Предложите такие... Предложите сроки, предложите моменты. У нас была компания, которая, говорят, он у нас есть в базе, а кандидат говорит, да я не общался с ним вообще. Да не общался, это не может быть. Мы запросили у компании скриншоты, докажите. Да, я тоже запрошу. Докажите, что... Они доказывают, присылают скриншот, кандидат говорят, блин, точно, я забыл. Давайте... И кандидатам тоже не всегда можно верить, потому что если компания, любая абсолютно компания, какая-то крупная компания, предлагает ему вакансию, вы пишете тоже с этой вакансии, он скажет, да, давайте резюме, может, быстрее пройдет, потому что там долго в моем уже резюме лежит, может, давайте, давайте. Есть такие кандидаты. Поэтому старайтесь немножко добавлять каких-то условий, чтобы потом не возникали этих... Но договаривайтесь на берегу. То есть, когда вы только начинаете разговаривать с клиентом, во-первых, это покажет вашу компетентность, то есть сразу же рекрутер, принимающий стороны клиента, он будет понимать, что вы профессионал, вы знаете какие-то вещи. И второе, когда вы это словесно проговорили, ну, это сильнее, чем договор. Мы потом про договор поговорим, и я объясню, почему это сильнее. Спасибо. Можно еще маленький второй вопрос? Когда уже не представляешь какую-то компанию, ты немножко, ну, скажем так, находишься уже по вторую сторону баррикада, когда ты просто фрилансер, то я сейчас говорю, что я HR-продюсер, предлагаю кандидату разные условия и разные компании, соответственно, я не могу ручаться полностью за то, что происходит в компании. Конечно, есть договоренности, я понимаю, что классные компании, но бывают ситуации, когда кандидат ходит за тобой условно из одной компании в другой, я имею в виду за мной, как за HR, вот, и он уже мне тоже доверяет, он ко мне обращается для того, чтобы найти свою следующую работу и так далее, но иногда бывают ситуации, когда компания не выполняет уже какие-то обязательства, но я понимаю, что эту компанию предложила я, вот, и как вот тоже вот эти все нюансы, понятно, что все в договоре не пропишешь, но тем не менее, когда меняются условия, заканчиваются проектом, предлагая изначально компанию кандидата или какую-то вакансию, вы не обманывайте его, вы говорите ему четко и честно, если там поменялся CTO или поменялся директор и все изменилось, вы в этом плане не виноваты, да, вы можете сразу предупредить, я знакома с корпоративной культурой, там работает все так-то, 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 но я не обещаю, что все работает так, как вам нужно, у нас была компания, где был просто ужасный CTO, вот просто настолько ужасно, это вот в третьем как раз вопросе, мы уже потихоньку перешли к нему, просто ужасный CTO, потому что к нему никто не хотел идти, мы предлагаем эту вакансию, а, блин, это же Ваня там работает, не-не, ребят, спасибо, то есть о нем знали все, понимаете, если CTO заменят, вы можете спокойно предлагать эту вакансию, потому что абсолютно все поменяется, вы не можете, если вы, да, не Ванга там или не на картах второго раскладываете по сеансу, вы не сможете предугадать, что будет в компании, но на том этапе, который вы знаете, вы к кандидату предоставляете, он не должен сразу объяснить вам, что он не должен обижаться, если что-то пойдет не так, потому что вы за что купили, за то продали, вы ничего не выдумаете, спасибо, заранее на берегу тоже, вы вторую, во вторую часть вы тоже продаете, кандидатам вы тоже продаете, поэтому предупреждайте, что есть вещи, на которые на него не влияют, да, да, девушка держит руку 20 минут, так, извините, я уже должна вас перебить чуть-чуть, потому что мы немного сбиваемся с тайминга, давайте вы все свои вопросы Хорошо, договорились И у нас еще третий вопрос Да, у нас еще третий вопрос, но он очень маленький Вот по поводу факапов Да, 5 минут и все Всем привет, меня зовут Евгения Сергей, вы поделились таким вот печальным экспириенсом, когда от вас ушел хороший рекрутер и на данный момент мы знаем, что хороший рекрутер это на данный момент навес золота, как вы мотивируете своих сотрудников, фриланс-рекрутеров, чтобы они оставались с вами и никуда не уходили? Деньги Кроме денег, Но всегда плюс 200 может быть Нет, ничего Для фрилансера для фрилансера я еще раз говорю, ничего, кроме денег не мотивирует У нас сотрудники не находятся в офисе, они не работают когда хотят и сколько хотят Вы в распределенной команде? Ну это как команда? Это команда, которая занимается разными проектами в рамках одной компании И свобода действий не ограничивайте их То есть они являются вашими сотрудниками или просто они сегодня работают, завтра нет? Они являются нашими сотрудниками по контрактам, но не являются штатными сотрудниками Но вы их мотивируете только деньгами Только деньгами А вы не найдете ни одно другое агентство, которое будет мотивировать чем-то другим Но мы не берем во внимание Индиго, которая Что есть? Я же хочу что-то подсказать Можно ли это? Да, пожалуйста Это сотрудница нашей компании Да, поэтому она подскажет вам Возможности карьерного роста Вы, допустим, можете изначально прийти просто рекрутером Отвечательно Изначально у нас есть возможность прийти и работать просто рекрутером Если мы видим хороший результат Мы видим хорошую работу эффективную работу Мы можем предложить вам лидить Да, и там некие условия иные По выплатам Вы можете набрать себе свою команду рекрутеров с которыми вам будет комфортно работать Вы будете их курировать Ну, там над определенными позициями будете работать и так далее Поэтому есть возможность карьерного роста некого Вы можете быть рекрутером Вы можете лидить Вы можете собрать свою группу с которой вам комфортно работать Общаться исключительно с Алексеем Сергеем со мной Опять же вы можете с этой командой которую вы сами собрали работать и на другую компанию Деньги, свобода действий и какой-нибудь карьерный Доверие и деньги Это не касается рекрутеров внутри компании То есть это мы говорим о фриланс-рекрутинге и о рекрутинговых компаниях Внутри компании? Что мотивирует внутри компании? Не знаю Ребята Команда Java-разработчиков Атлетов Может быть так Так, призы Призы У меня тоже есть призы Так Хочу дать девушке которая начинает такую работу в рекрутинге Пожалуйста На самом деле знаете те кто начинает работу и те кто презентует первый раз дает какую-то презентацию как мы например Сержи Это очень большой выход из зоны комфорта Старайтесь выходить из нее Не старайтесь сидеть в вашей удобной какой-то мисочке ямочке и все хорошо дальше не важно Старайтесь выходить из зоны комфорта так вы себя поднимаете так вы себя мотивируете и все будет все будет классно и здорово Так Второй вопрос Девушке которая хотела задать вопрос 15 минут За ожидание Да Да За ожидание Фиолетовый или желтый Или это Хорошо Спасибо вам Ребят быстро закроем наш один вопрос Это очень важный вопрос Какие факапы бывают Какие возможные способы решения вопросов Они связаны именно с юридической точки зрения с экономической Потому что и клиенты бросают и фрилансеры кидают У нас постоянно какие-то проблемы В принципе из-за этого люди уходят из этого сектора с этого рынка переходят в какие-то более спокойные ниши У нас была компания с которой мы длительное время работали Все было замечательно Мы классно вообще все закрывали На стороне клиента был человек который был заинтересован в том чтобы мы как рекрутинговая компания закрывали вакансии Наших кандидатов брали в работу над ними работали их не упускали и так далее и тому подобное Наступил момент когда этот человек ушел и мы за два месяца подали 86 кандидатов и все их просто стерли То есть кого-то потеряли забыли просто отодвинули в сторону закрыли вакансию самостоятельно и так далее мы проработали два месяца в пустую потеряли естественно два месяца не заработали денег а как известно в бизнесе если ты не заработал ты потерял это один из случаев я потом расскажу как с этим бороться тоже другой вариант был когда мы работали с израильской компанией были заключены контракты предусмотрены практически все случаи возможные и невозможные в итоге так случилось что мы закрыли вакансию кандидат отработал три месяца мы просим оплату оплата не поступает они что-то решают административные какие-то вопросы на четвертый месяц они говорят ой извините кандидат нам не подходит мы тут присмотрелись он не очень качественный поэтому мы вам не платим на секундочку оплата была 3,5 тысячи долларов на вопрос судимся или нет они говорят судимся к нам как-то варабану мы в Израиле находимся поэтому судимся другой момент это когда вот Леша говорил по поводу принимающей стороны на стороне клиента находится человек которому невыгодно нанимать сотрудников это может быть СТО который боится что его подсидят он не хочет он докапывается до мелочей он не пускает сотрудников потому что они очень близко находятся к его должности это ключевой будет сотрудник в данном проекте либо в данной компании и он блокирует он просто реджектит всех ваших кандидатов говорит все фигня этот косо смотрит это косо пишет и так далее и тому подобное такие кейсы тоже бывают смотрите внимательно почему я говорил проверяйте своих клиентов заранее и если вы на стороне клиента находитесь проверяйте чекайте кто в вашей компании делает техническое интервью и соответственно проводит дальше кандидатов по техпроцессу сейчас еще такой сайт интересный созданный на букву ее начинается наверное все его знают иногда листайте там тоже про компанию пишут очень интересные вещи это вот тот случай как проверить вот там будет та информация правдивая почти правдивая почти правдивая не всегда там бывает нагоняют плохого чтобы ну в принципе рассказывать и самая большая проблема компаний это бюрократия вы должны учитывать всегда когда вы работаете в рекрутинге вы должны учитывать что вас будет задерживать бюрократия последний наш клиент умудряется задерживать выплаты на полторы-две недели для клиента в принципе это не сложно да там две тысячи три тысячи долларов но у нас как для рекрутинговой компании и как для процесса мотивации наших сотрудников это жизненно необходимо рекрутер теряет мотивацию из-за того что не получит свои 300 долларов это сущий пустяк для рекрутера или там тысячу долларов он не получит это сущий пустяк для компании но 300 долларов спасает рекрутера спасает мотивацию работать над этими вакансиями мы собрали все эти за 7 лет мы собрали все это весь этот ужас весь этот кошмар и пришли к мнению что рынок управляется стихийно то есть это как прийти на базар купить яблок да здесь продают столько там продают столько мы не понимаем яблоки гнилые или нет в итоге никто не управляет этим рынком это вот происходит вот так на рынке нет арбитра поэтому мы и создали компанию Willwork это компания которая является арбитром между взаимоотношениями фрилансера и клиентов рекрутинговые компании тоже присутствуют на этой платформе но процесс построения рекрутинговых компаний там другой немножечко это отдельная тема поэтому вот по поводу того чем мы сейчас занимаемся мы делаем арбитраж между клиентами и фрилансерами и решаем их вот эти вот административные вопросы кто куда пошел кто что не сделал кто кому не заплатил и так далее и мы являемся гарантами того что рекрутеру заплатят мы являемся гарантиями того что рекрутер сильно не нафокапит для клиентов то есть если рекрутер находится на этой платформе он знает что все что от него требуется это искать кандидатов больше ничего он не думает о подписании каких-то контрактов он не думает как вы сказали о том может меня компания обманет или скажет что в базе данных есть тот кандидат выплата также идет сразу автоматически то есть если вы берете вакансию вы знаете что она уже оплачена и для клиентов клиенты отбирают по профайлам рекрутеров именно тех кто нужен ему со статистикой сколько в его базе данных кандидатов того или иного стека сколько он закрывал в том или ином городе то есть вы не берете на обум так взял фрилансера и непонятно закроет или не закроет ну как-то так спасибо вам большое за презентацию спасибо по поводу платформы кстати одно слово скажу вам сейчас я найду willwork называется и если вы увидите willwork.com или will.work вы попадете на эту платформу где можете если вам интересно посмотреть как и что там работает еще раз спасибо